На Тобольской земле Владимира Шарпатова встречают как родного. Он частый гость в городе, а в Тобольском районе даже очередили кубок, посвященный Герою России. Здравствуйте, товарищи лучшие спортсмены Тюменской области! В шестой раз проводятся соревнования по волейболу. Прежде в них участвовали сельские команды. В этом году пригласили табаляков. Они же предложили спортивный зал новой школы номер 16. Здесь светло, просторно, площадки выдержаны в соответствии со всеми стандартами. Спортивный дух молодежи все эти годы поддерживает моральный, материально-военный летчик в отставке майор Виктор Кадочников. Волейбол – это любимая игра в нашем районе. В апреле-май мы вот этот кубок ведем уже в план спортивных соревнований. Всего 8 команд соревнуются в двух залах. Игроки разные по возрасту и по подготовке. Самые опытные в городской команде «Гарант». Они не проиграли ни одной встречи. На втором месте команда ВК-4. Это будет первая победа, с которой пойдут для достойных и следующей победы. Сборная Тобольского района в своей группе успешно провела три встречи. Но проиграла Тобольскому «Гаранту». Воспитанники Константина Тарасова стали четвертыми. По итогам всех встреч в кубок достался команде «Гарант». Расширенный состав участников соревнований дал возможность юным обрести опыт, испытать силы на современной площадке. Честовали их два героя России. Роман Шадрин, удостоенный высокой награды за мужество и героизм в Чеченской войне, и Владимир Шарпатов, летчик первого класса, организовавший побег из Кантагара на захваченном маджахедами самолете Ил-76. В чужом для нас Афганистане, в бетонном высохшем дворе. Мы не должны забывать историю, мы не должны забывать героев. Именно на этих событиях, именно на этих поступках и строится русский характер. Кто-то может не иметь возможности по разным причинам служить в вооруженных силах, но должен быть всегда готов по первому призыву защитить в первую очередь свою семью, страну и родину. После встречи со спортсменами герои России провели уроки мужества в школах Тобольска и Тобольского района. Ольга Куричко, Михаил Куричко. Тобольское время.